Здравствуйте! Наша недельная глава называется Лаха-Лаха. Наша глава состоит из довольно интересного сюжета. Вначале Абрам идет в землю Кноан, потом он идет во время голода в Эретс-Мицраем, в Египет, там где отбирают у него ее жену, и потом он ее себе возвращает. Потом идет война за Эретс-Кноан, и следующим этапом Абрам делает обрезание, что является нашим обычаем по сей день. Бог привелевает нашему прородцу Абраму пойти в землю Израиля, что означает, что он должен пойти в новую неизвестную для себя землю и начать все с нуля, выйти максимально из своей зоны комфорта. Что мы можем выучить из этого для себя? Что каждый раз, когда нам полагаются какие-то новые возможности в жизни, мы от этого можем отказываться, так как мы боимся, мы считаем, что нам поздно, у нас появляются различные страхи, находим в себе какие-то оправдания, но Бог нам дает эти возможности, чтобы мы смогли проявить себя и стать тем, чем мы есть. Второй урок, который мы можем выучить нашего прородца Абрама, что еврейский народ, он никогда не был обособленным. Когда началась война в Эретс-Кноан, Абрам присоединился к этой войне и помог отвоевать территорию. Что это означает для нас? Что мы никогда не должны жить обособленно. Мы должны быть с другими народами и направлять их на правильный путь. Об этом наша недельная глава. Шабет шалом!